Всем привет, с вами Алексей и сегодня я не буду играть и делать очередной какой-нибудь говнострим, а расскажу вам о том, как можно заработать деньжат. Хотя кому я рассказываю, вам же ведь проще пропросить денег у родителей, чем самим париться об их заработке. Но может быть найдутся те люди, которым все-таки эта информация будет интересна, и кто-то быть может даже захочет доказать своей мамке, что он крут, и может сам себе заработать, даже еще учась в школе. Сразу хочу сказать, что этот способ совершенно легальный, это не потребует от вас никаких финансовых вложений, это не какие-нибудь клики там за копейки, или не покупка ключей, которые там открывают ящики, в которых лежат какие-нибудь ножи из CSGO, которые стоят там баснооснованных денег, там по 50 тысяч, которые потом нафиг никому не продашь. Нет, это совершенно нормальный заработок. Единственное, что вам потребуется, это всего лишь свободное времени, которого у молодых людей просто дофига. Ну, в общем, меньше болтовни, давайте сразу к делу и посмотрим, что же такое. Первым делом нам надо зарегистрироваться. Идем по ссылке в описании к видео и попадаем на вот такую страницу. В верхнем правом углу жмем красную кнопку регистрации. Придумываем логин, вводим имейл, сочиняем пароль, подтверждаем пароль, вводим имя, фамилию, дополнительные контакты, тоже советую заполнить на случай, если забудете пароль. Скайп для связи просят обязательно. Если есть графа промокод, ничего туда не вводим. Ставим все галочки на соглашение. Все, готово. Теперь можно зайти в личный кабинет. Вам уже не терпится зарабатывать и косить бабло. Но, чтобы не было никаких разочарований, первым делом советую в личном кабинете прочитать вкладочку факт. Находится в правом верхнем углу, рядом с моим профилем. Собственно говоря, нам тут рассказывают, сколько и за что, когда, в какие сроки платят, и куда, в какой валюте, в какие дни вам выведут заработанное. Давайте разберемся, за что нам вообще платят. Все просто. Платят нам за рекламу. За рекламу любого товара с Алиэкспресс. Да, товар с той самой популярной китайской площадки, с которой вы уже наверняка сами уже что-то заказывали. Нам платят минимум 8,5% от любого товара, который был куплен на Алиэкспресс. Перейдя по вашей ссылке. Даже если вы сами что-то покупаете на Али, то благодаря этому сервису можете вернуть 8,5% от стоимости. Теперь расскажу про самые неприятные моменты, про которые больше всего вопросов, из-за которых люди думают, что это развод. Самый популярный вопрос. Почему я заработал, допустим, 2 доллара, но они не подтверждаются и не могу вывести? Сразу понятно, что человек не читал в личном кабинете вкладку FAC, о которой я уже упоминал. Ответ тут такой. Минимальная сумма для выплат 10 долларов. Время обработки заказа в среднем 50-70 дней. Для того, чтобы доход был переведен в режим подтвержденного, товар должен быть доставлен покупателю. Для России это занимает в среднем 30-50 дней. Далее, внутри Алиэкспресс, по каждому заказу проводится бухгалтерская проверка, которая может занимать до одного месяца. Как только Алиэкспресс завершает свою проверку, и мы получаем от них информацию о том, что заказ подтвержден, он переводится из дохода в обработке на баланс вашего счета. Вот такой ответ нам дают на сайте. В общем, получается, что первые заработанные деньги вы начнете получать минимум только через 2, а то и 3 месяца. Уже представляю, как у вас бомбит от возмущения по этому поводу. Как не хочется ждать 2, а то и 3 месяца, пока деньги не начнут поступать на счет. Ну, давайте покажу, какие результаты получились у меня, и как вообще происходит процесс заработка. В общем, раскрываю все карты. Вот мой личный кабинет, открываю вкладку «Статистика. Общая». Тут много всякой информации, количество переходов, сколько человек перешли по твоей ссылке на сайт, сколько человек что-то купило, и сколько тебе за это денег заплатят. Посмотрим статистику за 2 марта 2016 года. Неплохой денек. Накапало 11 долларов. Обращаю ваше внимание, которые подтвердятся, и я смогу вывести только месяца через два. Если щелкнуть на дату, то увидим, по ссылке, с каким названием переходил человек, и что купил. Самый дорогой товар на этот день, как мы видим, была экшн-камера SJ, стоимостью 94 доллара 27 центов, и возврат, по которой 8,5%, принес нам заработок 8 долларов. Также в этот день были куплены еще товары подешевле. Мы можем, кстати, щелкнуть на ссылку, и посмотреть, какой товар был куплен. Давайте посмотрим, что же купили за 21 доллар 38 центов. О, это маленький квадрокоптер. Все его в общей статистике отображаются 15 дней, за которые накапало, как вы можете видеть, 37 долларов. В общем, лично у меня за месяц получается заработать всего лишь около 60 долларов. Пользуясь сервисом уже 5 месяцев, за это время обналичил, вывел и потратил 353 доллара, а это по нынешнему курсу 26 400 рублей. Согласитесь, не так уж и плохо. Еще 205 долларов висит в неподтвержденных. Доступных сейчас на вывод 27 долларов. При запросе на вывод наша заявка получает статус в ожидании. Выплаты осуществляются два раза в месяц, с 1 по 3 число и с 16 по 18. Исключая праздничные дни, заказать выплату можно за расчетный период с 4 по 15, для выплат, который проводится с 16 по 18, и с 19 по последнее число месяца, для выплат, который проводится с 1 по 3 число. Согласитесь, немножечко непонятно. Чтобы было понятно, давайте покажу на примере. Так, в общем, вот все, мы прочитали. Выплата осуществляется туда-сюда. И у нас сейчас мы видим подтверждено 27 долларов. Ну, 195 у нас еще подтверждается. Итак, в общем, нажимаем запрос на выплату. Так, запрос на выплату. Как мы сейчас видим, код операции, тип счета, на какой счет счет, сумма 10 долларов была, дата создания. И у нас здесь статус сатчис, то есть подтверждено, то есть, который мы вывели уже. Запросить выплату. Нажимаем кнопочку. Нас опять предупреждает, когда и какого числа мы получим деньги. На данный момент у нас сейчас 3-е, 0-3-е. Нажимаем заказать выплату. Окей. И видим, что у нас статус этой суммы 27 долларов. Дата создания и дата выплаты, видите, по нулям. И уэйтинг в ожидании. Эти средства 27 долларов, там 496 центов, 49 центов, мне придут только с 16 по 19 число. То есть, раньше можно не ждать уэйтинг. И тогда вот подтверждение сатчис. Потом заходим на свой кошелек, там, не знаю, мне нравится, ну, мне проще ВМЗ, то есть, вебмани. А можно еще на Киви. Давайте посмотрим, так, какие платежи. На Киви, Яндекс. Добавить кошелек в профиль, если мы сейчас добавим. Может, тут участвовать. Так, добавить кошелек. Давайте нажмем. И мы видим, на Киви комиссия 6%, ей паймент комиссия 0, здесь написано. Но тоже, если ей пайментсом пользуетесь, то можно пользоваться. Если хотите на e-payments потом выводить отсюда, то тоже довольно-таки, то тоже дороговато получается. Яндекс.Деньги тоже 6% у нас съедает. В айр-трансфер комиссии всего 2%, но минимальный объем комиссии 50 долларов. Это, то есть, надо большую сумму довольно-таки накопить. И на вебмани 2% всего вывод. Вот. Но эти данные засветил я не просто для того, чтобы похвастаться, а показываю, что проверил и давно пользуюсь сервисом. Все good. Вывожу на вебмани для меня самый удобный, выгодный способ. Как, собственно говоря, происходит сам процесс-то заработка? Во вкладке инструмента выбираем один из способов, который вам больше нравится. Сперва достаточно будет партнерской ссылки. Я в основном только этим способом и пользуюсь. Если разберетесь, то можно попробовать, конечно, диплинг, баннеры, купоны, промо-лендинг, мобильные СПА, товары, конструктор лендингов. Вот пример, как создаю и рекламирую ссылки я. Показываю процесс. Процесс заработка, так сказать. Так, в общем, у нас тут сайт Алиэкспресс нам понадобится. Я уже выбрал, какой товар я, допустим, хочу рекламировать. Вот у нас телефончик имеется. Оригинал Blackview, стрелка V95. Что нам нужно? Берем отсюда ссылочку. И вот в личном кабинете инструмента выбираем партнерская ссылочка. И вставляем ее вот сюда. Партнерская ссылка. Назовем название креатива. Так вот называется создание партнерской ссылки. И название возьмем... Ну, отсюда и возьмем. V95, чтобы было понятно. Вот. Создать партнерскую ссылочку. Бах! Партнерская ссылка. Вот у нас инструменты. Если крутить будем вниз, дальше вниз-вниз-вниз. Вот у нас здесь создана партнерская ссылка. Оригинал. Вот название, тип, ссылка. Целевая страница такая-то. И вот здесь вот настройки можно. И получить партнерскую ссылку. Она у нас довольно-таки длинная. То есть, если по этой ссылке уже будет кто-то переходить, у нас будет считаться нам переходы, если вдруг что-то кто-то купит на сайте вообще Алиэкспресс. Создаем коротенькую ссылочку. Ссылочка у нас коротенькая создана. Что мы делаем дальше? Я, допустим, как рекламируюсь? У меня есть канал. Канал на Ютубе. И здесь, если я что-то заказываю, вот из Китая, допустим, вот открою сейчас видео с часами. Посылка с КМЕЙ, допустим. Тут реклама, там описание делаю и все. И к описании к видео, как вы можете видеть, Часы с КМЕЙ, проверенный продавец. Часы с КМЕЙ, другие продавцы. В общем, сперва я вставляю ссылочку на именно те часы, которые я купил сам. Ссылка у нас другие продавцы. Другие продавцы. Почему я так делаю? Потому что у конкретного продавца бывает, что как бы заканчивается такая тема. И, допустим, как сделать ссылку с тем же самым телефоном, допустим, на других продавцов. Ну, это как бы уже лишнее, конечно, говорю. Но вот, в общем, чтобы у нас было несколько продавцов с этим же телефоном, берем вот эту вот, уже на несколько телефонов, допустим, делаем ссылочку. Так, в поисковике BlackView ставим. И вот у нас уже несколько таких подобных телефонов. На эти телефоны мы тоже, допустим, можем сделать ссылочку. Бах! Рассылка. И называем ее Телефоны Другие. Создаем, вот у нас, допустим, теперь две ссылки. Телефоны Другие и оригинал BlackView. Так. И вот, в общем, тоже так же получаем ссылку. Получить партнерскую ссылку. Сократить. И, в общем, вставляю сокращенную ссылку уже на несколько телефонов. Вот сейчас, если мы перейдем по ней, мы пойдем на эту страницу уже, по этой ссылке. Видите, на Алиэкспресс мы попадаем, на телефоны попадаем. Так, если мы пробуем вот эту ссылку, оригинал BlackView, ссылочку эту используем. Вот мы попадаем на этот телефон. Если вдруг человек покупает за 108 долларов этот телефон, то нам идет 8,5% возврат средств. То есть мы получаем 8% с этой продажи. То есть более чем 8,5$ мы получим от этой покупки. Вот. А если он вдруг вот зашел по этой ссылочке, но думает, нафиг я посмотрю-ка я еще какие-нибудь телефоны. И продолжает дальше лазить. И в итоге, допустим, покупает вот такую хрень. То есть не стал он покупать телефон. Многие могут подумать, что это не считается. И, допустим, купил вот эту штуку за 3 доллара. Нажал купить сейчас. И вам все равно засчитается. То есть у вас процент уже пойдет не от 100 долларов того телефона, а вот с этой покупки. То есть за 3 доллара купил. И потом раз купил, и потом еще смотрит. Еще бы, чтобы купить. Еще дальше продолжает. Продолжает лазить по этому сайту. По этому сайту будет дальше продолжать лазить. И потом еще что-нибудь там, ну, не знаю, там, подруге платье еще. Хлобысь купил. Еще подруге платье, допустим, зарядил. Купить сейчас. Ну, то есть дальше продолжил покупки. И за эти покупки нам тоже засчитается. Как бы с каждой покупки, которую сделал человек за это время. Вот, допустим, еще камеру он купил. 3 доллара плюс 31 со всей этой суммы. Мы получим в итоге, в итоге кэшбэк. Он у нас будет отражаться в статистике. Допустим, сегодня, если кто-то купил, у нас будет отражаться вот примерно вот так вот. То есть мы будем видеть здесь, с какой ссылки вот креатив, название креатива. Это у нас, так, в инструментах сейчас посмотрим. У нас будет написано, мы будем понимать, что, допустим, человек пришел с вот этой ссылки. Оригинал Blackview будет написано. Мы понимаем, что он с этой ссылки. Вот видите, как у меня несоответствие. У меня сумма X5, допустим, это у меня обзор квадрокоптера был. А человек, допустим, перешел и купил, то есть не этот квадрокоптер, а купил вот защиту для маленького квадрокоптера за доллар. И еще у него тут же покупка квадрокоптера за 21 доллар. Вот. То есть у него совершил совершенно другие две покупки. Не квадрокоптер, сумма X5. Я сейчас не буду искать ссылку, где она у меня тут. Много ссылок. Вот. Сумма X5 стоит около 45 долларов, допустим. Но все равно он сделал покупки и все равно мы заработали тут 1 доллар и тут 16 центов. Ну, тоже нормально. Копеечка, копеечка, а набирается, в принципе, нормальная сумма. Вот. Это с YouTube, допустим. Вот с YouTube. Что делать, если нет своего канала? Нет своих видео, нет возможности заказывать товары. Или вот, допустим, я вот эти вот часы заказываю, да, вот, когда заказывал себе, я сперва сделал вот эту ссылку короткую. То есть я сам же перехожу на эту ссылку, покупаю эти часы, и мне с 8 долларов я сам же себе, получается, возмещаю еще. То есть с 8 долларов мне там еще сколько-то доллар возвращается. То есть я уже, получается, купил часы не за 8.30, а за 7.30. Ну, может, неправильно посчитал. Ну, такой принцип, в общем. Что есть у нас нету? Нету своего канала, допустим. Своего канала, где мы можем оставлять ссылки. Свой канал как бы не каждый хочет делать. Не у каждого есть камера, не у каждого есть возможность покупать те или иные товары. Делаем очень просто. Мы берем наши ссылочки. Вот у нас какие ссылочки. Оригинал Blackview. Вот эту ссылочку мы берем. И что мы с ней делаем? Ну, это, конечно, не очень такой хороший способ. Ну, я бы не сказал, что не хороший. А немножечко читерский способ. Желательно, короче, свой канал делать, конечно. Мы видим, что здесь на него есть обзор. Я вот оригинал Blackview. Я ввел сюда вот запрос в YouTube. Мы видим, что здесь по этому телефону довольно-таки уже много обзоров. И, в общем, здесь есть реклама 60 тысяч. Вот мы переходим сюда. Допустим, на это видео. И мы можем сюда оставить комментарий. В комментарий мы, значит, зашарашиваем свою ссылочку. Вот эту короткую. Так. Так вот, допустим. Купил всего за 109 долларов. Долларов. То есть, 8 там 300 тысяч рублей. 8 тысяч 300 рублей. И ссылочку. Бак, свою. Видите, автор канала тоже такой фигней занимается. И вот он свою ссылочку так уже оставляет. Коротенькую, где купить. Давайте посмотрим, кстати, сколько у него он стоил. Видите, у него 159 он стоит. А я его наставил, допустим, ссылку. Хоп, человек переходит. 108. Ага. Нормалек. И так, в общем, мы можем в комментиках оставлять ссылочки вот на других. В общем, в комментариях мы оставляем. Вот этого человека вообще нету ссылки на этот телефон. А может кто-то хочет купить. В общем, пишем купить, допустим. Можно. Но тут. Хоп. И ссылочку отправить. И так, в общем, по всем видео пробегаемся. Потому что не на каждом видео есть режим, как бы. Вот, допустим, у меня тоже режим защиты. комментарии проверять. То есть, ваши комментарии может даже не появиться. Вот. И люди не могут спать. Ну, короче, таким вот массовым способом практически любой товар с Алиэкспресса, что бы там ни было, если вы сами не делаете обзоры, любой товар, на который есть обзор в Ютубе, можно вот таким способом ссылочки закидывать. Если кто-то будет приходить что-то покупать, естественно, будем на этом зарабатывать. Вот. Если неохота, допустим, на Ютубе таким способом продвигать ссылки, можно, допустим, группу ВКонтакте. Тоже можно свою иметь. Можно в чужих группах оставлять ссылочки. Так. Чтобы нам оставить, допустим, ссылочку хорошую, мы сделаем тоже следующее. Так. Я уже потерял, где у нас телефон. Ну, тогда перейдем из нашей... Так. Не создаем. Не хочу создавать. Так. Перейдем, значит, по нашей ссылочке, где мы уже создали на этот Black View, значит, переход по ссылочке. Мы телефон хотим прорекламировать, допустим, вот в нашей группе. Моя группа. Если кто хочет, можете подписываться. Вот. Короче, мы хотим в группе прорекламировать эту ссылочку. Что мы делаем? Нужна нам картиночка. Правой кнопкой можно нажать. И просмотр. Просмотреть код. Тут кнопка есть. Это я как бы... Как бы легко, как сделать... Ну, как бы получить картинку. Здесь-то справа у нас... Это у нас в браузере Google Chrome. В других браузерах не знаю, как. В Google Chrome вот такая вот вещь вырезает справа. Ищем вкладочку ресурсис. Вот такая вот фигня ресурсис. Ну, может, неправильно читаю. Фреймс. Папочка вот здесь вот вкладочки. Фреймс. Еще раз вкладочка. И вот тут имидж. Имиджис. Появляется. Вот путь. Давайте еще раз покажу. На любое свободное место щелкаем правой кнопкой мыши. Потом промокод смотрим. Ищем ресурсис. Потом вот папочка фреймс. Под ней папочка. И вот здесь такие вот стрелочки. Имиджис. Название. И вот мы, в принципе, тут можем кнопочками и смотреть. В принципе, у нас все картинки, которые есть на этой странице, у нас вылезают. Можно выбрать какую вот хотите картиночку. Ну, у нас интересует картинка с телефоном, чтобы хорошая была. И, собственно говоря, правой кнопкой открываем ее в новом окне. Ну, правой кнопкой. Open Image New Web. Или копии. Ну, лучше, короче, в общем, открываем в новом окне. И мы здесь сохранить можем картинку. Сохраняем картинку. И, ну, сохраняем куда хотим. Итак, у нас сейчас у меня сохранена она, допустим, на рабочем столе. И я загружаю, значит, фотографию нашего сохраненного телефона. Вот он у нас, сохраненный телефон. И вставляем сюда, допустим, название, да? BlackView V8.5 там. Можно параметры там написать, там еще что-то дополнительное написать. Где у нас он тут находится-то? Вот, какие-то параметры можно вот расширенные, там память, прочее, прочее. Можно расписать, в общем, на всякий случай. Вот сюда мы запихнем описание. BlackView, допустим, V9 оставим. Там новый, новый китайский флагман. Вот так вот мы оставим. Ее оставим. Купить можно оттуда. Купить можно тут всего за 108 долларов, да? За 108 долларов. Бэх! Хренак, значит. Где у нас там ссылочка? Так, в личном кабинете вот у нас название. Делаем короткую ссылочку. Хопаньки. Ну и вот, в принципе, готов наш... Ой. И вот у нас готов пост. Вот у нас готов пост. Если подробно показать, мы посмотрим. Тут подробности и ссылочка у нас имеется. Даже вот такая вот получилась, как бы сразу такая вот ссылка коротенькая. Хоп. То есть, кто-то по ней переходит, покупает либо этот телефон, либо что-то еще. То есть, в группе. Также можно рекламироваться в других, допустим, групп. Не хотите создавать или там группу, вот допустим, у меня не популярная. Здесь 274 человека. Я надеюсь, вы поправите это положение и подпишетесь. Ну, в общем, не суть. Так, список групп. Выбираем, значит, допустим, допустим, какие-нибудь группы, посвященные Алиэкспрессу. Вот Алиэкспресс. Но это тоже могут не пропустить, кстати. Так что открываем несколько сразу групп. И хреначем нашу ссылочку по этим группам. Здесь вот, допустим, в Алиэкспресс нельзя оставлять. В комментариях. Норма. Норма смартфон флагман из Китая. Ну, вот в Алиэкспресс мы сейчас в группе забабахаем. Ссылочку оставим. Так, ссылочка. Бах. Вот у нас появляется такая фигня. И все. Вот ссылок даже достаточно. У нас уже сразу картинка вылезает. Вот, в общем, на этом сайте мы уже, на этой группе, тут 2 миллиона подписчиков. Я даже здесь застаю, оказывается. И вот, в общем, еще тут одна группочка. Тоже 2 миллиона подписчиков. И вот таким образом в комментиках, ну, здесь вроде как нельзя нигде, в комментах там пост какой-то оставить. Здесь, короче, все через проверку. Здесь, короче, все через проверку. Конечно, не подходит. Не подходит. Ищем, значит, следующую. Тут миллион там. Связанный, короче, с Алиэкспрессом или что-то такое. Ну, так, вот ответ. Тут тоже все. Ну, можно попросить, спросить, кстати, в этих группах, допустим, в которых нельзя оставить какой-то коммент. Можно написать. Написать. И, может быть, контакты, контакты. Написать организатору этой группы или там, как его называют-то, администратору, в общем. И, может быть, спросить, за какую сумму можно оставить там свой пост. И все. Вот такие вот дела. А на таких группах довольно-таки делаются большие деньги. Вот я, в общем, показал пару способов, как с Ютуба и в группах рекламироваться. Вот наша вот реклама здесь. И в Ютубе я показывал, как у меня оформлены... Как у меня оформлены... Сейчас подгрузить чуть-чуть. Так, сейчас посмотрим, как у меня оформлены другие, допустим, мои товары. Самые популярные, кстати, это видеокамеры у меня SG-4000. Вот у меня раз товар. Все посылки, которые я, допустим, получаю. Я сам получаю за них возврат. И вот, в общем, покупки зрителей. Даже вот такой вот ролик делал. Просто ничего не покупал. Я просто смотрел, что люди покупают. Вставил свой обзор. Сделал такой обзор. Обзорец, что кто покупает. На мышку там. И полную группу товаров. И на все на них разместил ссылки. Раз товар, который был в видео. То есть, я даже не покупал эти ссылки. Я просто нашел людей, которые делают обзоры на эти товары в интернете. И сделал просто по этому видео. То есть, с обзорчиками такими других людей. Нашел нормальный товар. И на них просто тупо оставил ссылки. Нашел их вали. Вот игровая мышь, наушники. И на все эти товары тупо оставил, короче, ссылки. Тут 382 просмотра. И с этих ссылок даже кто-то что-то заходил, покупал. В общем, чем больше мы оставляем ссылок, тем мы больше делаем ссылок, создаем партнерских. Вот этих вот. Вот видите, сколько у меня ссылок. Ну, на первое время, я думаю, достаточно вот этих пару способов. Можно там через блоги. Ну, в общем, вы поняли. Через там одноклассники, через соцсети. Если у вас много друзей, через друзей. Там репост. То есть, репост там можно просить. Можно видео там, не знаю. Конкурсы какие-то проводить. Ну, в общем, все, что вам только в голову взбредет. На что ваша фантазия способна. У меня, в общем, фантазия скудная. Поэтому я рекламируюсь только через YouTube. И иногда в группах тоже ВКонтакте что-нибудь выкладываю. Вот. Также, я забыл, кстати, сказать. Чуть не забыл. Есть реферальная ссылка. Вот реферальные ссылки. Если мы кого-нибудь еще приглашаем. Допустим, вот ссылочку мы щелкаем. Вот нас ведет сюда. Вот. Три типа ссылок каких-то. Ну, в общем, факт читайте. Подробность. Тут все расписано. Если что-то непонятно. Здесь где-то, где-то помню. Группа. Не группа. Где-то поддержка, в общем, есть. Так. Ага, техническая поддержка. Skype есть. В общем, правила партнерской платформы. Правила партнерской программы. В общем, правила эти все почитайте. Как там, чтобы вас тут не забанили. Все. На всех площадках, на которых мы рекламируемся. Вот YouTube, допустим. Я вот ссылочку. Хоп. YouTube. Мои площадки. Добавление площадки. Добавляем, допустим. YouTube. Там. Добавление площадки. Хоп. Одноклассники. Видите, там категорию добавить площадку. Там категория выбора категории. Сообщества, соцсети. Если вы не добавляете, вам сообщение придет, что надо бы добавить. Вы, впрочем, берете просто ту ссылку, которая у вас будет написана и просто добавляете ее. Добавление площадки. Я не знаю. Это, ну, короче, я все время, как предлагали. Вот, в общем, я на YouTube рекламировался. У меня вот здесь вылезло, типа, вот с такого-то сайта. Делаются переходы. Чтобы все было нормально, вы добавьте свои площадки. Добавляем свои площадки. Видите, у меня сколько тут. Блог-спот на Яндекс.Директе пробовал рекламироваться. ВКонтакте. Одноклассники и YouTube. В общем, пробовал рекламироваться. В основном YouTube и ВК. Вот. Вот такие вот дела. Рекламируюсь. И, блин, опять чуть не забыл. Реферальная ссылка. Реферальную ссылку. Вот любой. Выбираем. Любую ссылку, которая вам понравится. Короткая, длинная. Оставляем также под видео. Типа, хочешь заработать. Вот у меня тут уже 37 человек. Но, как бы, пугает их одно вот эта вот тема. То, что долго ждать подтверждения доходов. И поэтому даже вот 307 человек вроде как я привлек. От них мне приходит месяц 16 долларов. Что тоже неплохо. Так что, можете сами рекламировать эти ссылки. Как бы, ссылки можно рекламировать как на товары, так же и на этот сервис. То есть, ну, ссылки на товар, конечно, приносят больше денег, нежели реклама этого сервиса. Так что, если вы вдруг перейдете, будете заказывать товаров. То есть, мне даже выгодно, поэтому вам показывать, что как делается. И чтобы у вас все получалось. Так что, заходите, регистрируйтесь в этом сервисе. Покупайте для себя товары со скидкой. И рекомендуйте какие-то товары, допустим, друзьям там в соцсетях. Создавайте группу, рекламируйте различные товары. С Алиэкспресс зарабатывайте много денег. В общем, успехов вам. Я вам показал, сколько можно заработать. Если вот этот вот столбик я посчитал. Вышло 300, сколько я там говорил. Вот у меня тут текст был заготовлен. И, в общем, где-то тут, где-то тут 370... Нет, 300... Короче, 350 долларов, если посчитаете. Вот этот вот столбик. За сколько там месяцев. Ну, короче, с 10 месяца и по сегодняшний день. Около 350 долларов мне удалось таким вот образом заработать. Я думаю, что у вас неплохо получится. Так что, зарабатывайте и развивайтесь. Короче, 350 долларов, если посчитаете. Вот этот вот столбик. За сколько там месяцев. Ну, короче, с 10 месяца и по сегодняшний день. Около 350 долларов мне удалось таким вот образом заработать. Я думаю, что у вас неплохо получится. Так что, зарабатывайте и развивайтесь. Развивайтесь, как бы, в этом плане. И сервис в этом вам поможет. Надеюсь, видос был полезен. Так что, с вами был Алексей. Вот такой вот вроде полезный сегодня ролик. А на сегодня все. Всем удачи, всем пока. Спасибо, друг, что дозрил до конца. Не забудь поставить класс, подписаться на канал. И также не забудь смотреть другие видосики. Тра-ла-ла-ла-ла-ла.